ЗОВА ХУАРЭС 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 назначена солидная награда. Всего есть три типа боссов — терминатор-пулеприемник, любитель засесть в укромном уголке с пулеметом-гатлингой либо винтовкой и простой смертный. В первых двух случаях надо кормить подлеца свинцом или динамитом соответственно. Ну а более приземленных личностей Сайлес вызывает на дуэль. Поединки слабо изменились со времен Bound and Blood, но и в таком виде греют душу, напоминая о том, что раньше Call of Juarez еще могла впечатлить постановкой. Дополняет все это дело система прокачки, без которой нынче не обходится, кажется, никто. Путей развития три. По своему усмотрению можно создать каноничного ковбоя с парными револьверами, стрелка, предпочитающего винтовки или мастера ближнего боя с дробовиками и обрезами. По мере продвижения по карьерной лестнице мы открываем новые, более мощные пушки и навыки. Некоторые улучшения, например, возможность перезаряжаться на бегу, даже оказываются полезными, однако, как и в последний Tomb Raider, кардинально большая часть апгрейдов ни на что не влияет. Очевидно, что Gunslinger не способна увлечь всерьез и надолго, поэтому скромная продолжительность кампании в данном случае скорее плюс, чем минус. Игра проходится за 4-5 часов, после чего о ней можно смело забыть. Для тех же, кто желает получить за свои деньги максимум контента, остается пара дополнительных развлечений. В аркадном режиме нужно расправляться с толпами противников, набирая очки, а в дуэли главная задача — победить в череде противостояний с боссами. Любопытно, но не более того. Call of Juarez Gunslinger — типичный пример игры, которую стоит купить, дождавшись скидок. Незатейливая, красочная и динамичная, она придется к месту в период летнего затишья, когда хочется просто развалиться на диване и, не утруждаясь сюжетными и геймплейными хитросплетениями, постреляясь в плохих парней. Ну а если вы изголодались по дикозападной тематике, лучше перепройдите оригиналы и Bound in Blood. Или вернитесь в мир Red Dead Redemption — вот уж где романтика вестернов сохранена в полной мере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова